Ребят, всем привет и доброго времени суток! Вы находитесь на канале Зимцов Вижен. Приближается осень, а осенью условия ловли рыбы, щуки изменяются. В частности, если сентябрь еще очень сильно похож на летние месяцы, но в то же время он выгодно отличается тем, что сентябре на мелководных участках щука прям так сильно бьет. И по сути можно применять те блесны, которые вы применяете летом, то с похолоданием постепенно щука начинает скатываться на более глубокие участки, поэтому приходится доставать ее оттуда чем-то более тяжелым. И поэтому приходится пересматривать свой арсенал колеблющихся блесен. В этом видео показываю 5 лучших блесен для осени. Здесь их немного больше, но я объясню почему. Итак, поехали! Стоп, стоп, стоп! Можно тебя на два слова? Вот уже шестой год я веду свой канал и много времени мы проводили вместе. Вместе мы выбирали лучшие блесны на хищную рыбу и вываживали пойманные трофеи. Говорили о выборе лодки и тестировали эхолоты. Складывали непокорную палатку и выбирали поисковый магнит. И все это время я пишу статьи, делаю озвучку и монтаж видео, а также работаю над повышением качества контента. Почему же ты еще не подписался? Поставь лайк и подпишись, это очень важно! Ну и поехали дальше! Что ж, ребята, возвращаемся к истолкам. Дело в том, что одна из первых моих блесен, в принципе, колеблющихся, на которые я начал с успехом ловить, и которая моя любимая, это блесна атома. В частности, это спиннексатом, это польская бюджетная блесна, но она хорошо ловит. Может быть, конечно, она начинает ржаветь со временем, после того, как она повреждена щучьими зубами, но зато она ловит. Единственный момент, если вы хотите, то смените вот этот вот тройник, этот крючок на что-то другое. Дело в том, что пока он новый, он довольно неплох и рыбу держит, но со временем начинает, опять же, покрываться ржавчиной и постепенно теряет свои положительные качества. Что касается осени, то я использую атом в весе 20 грамм, поскольку он позволяет опускаться на уровень где-то до 3,5-4 метров, даже глубже. Все зависит, конечно же, от проводки. В первую очередь осенью хорошо работает проводка с паузами, когда на паузах атом, раскачиваясь, падает на дно, тем самым имитируя больную рыбку. И относится это не только к такому именно спинниксовскому атому, но и к советскому атому 2 с вот таким вот, допустим, штампом, да, еще советским с указанной ценой. Но это более легкая блесна, она универсальна, она подходит и для лета. И то же самое от других производителей, поскольку атом это блесна, которую сложно чем-либо испортить. Сейчас в моих руках Микадо Голден Ай и он тоже ловит. За все мое время владения атомами был атом только от одного производителя, который был очень тонкий, во-первых, а во-вторых, какой-то прямой, без такого вот сильного изгиба. И он ловил откровенно плохо, я поймал на него только один раз, и то на всплеск. То есть, по сути, блесна еще не начала играть. Вот тут вот спряталась маленькая блесенка, очень скромная, но на самом деле она здесь самая дорогая. Это Смит Пюре. Пюре это блесна, я бы сказал, универсальная. Она имеет вытянутое тело, но в то же время корпус у нее довольно толстый. Она сделана из толстого листа металла, за счет чего далеко летит, за счет чего любит проводку на средней скорости, либо на скорости выше средней. Причем проводка эта должна быть даже не равномеркой, либо равномерка с паузами, а должна быть равномерка с подергиваниями и подтвичиваниями. Осенью к этому вы можете добавить то, что будете опускать ее на дно и затем оттуда подрывать. В частности для этого можно поставить тройник, у которого будут вот такие вот усики, которые защищают тройник от зацепов. Недавно кто-то в комментариях написал, что пюрешка это читерская блесна и на самом деле это так и есть. В частности у меня неоднократно было, что я просто косил рыбу после атаки, рыба промахивалась. Это конечно же совпадение, но тем не менее вот такие случаи именно с этой блесной чаще всего бывают. Но вообще блесна в данный момент для меня наверное является номером один по крайней мере из универсальных блесен. Поэтому несмотря на ее высокую стоимость, я ее конечно же рекомендую к покупке и использованию. Причем как осенью, так и летом, так и весной. Что же идем дальше, и здесь у нас немецкая Dam Dam FZ. Очень старая блесна с довольно большой, огромной даже историей, у которой есть такое же огромное количество реплик, копий и последователей. Но после того, как я попробовал в деле именно оригинальную блесну, конечно же я предпочитаю сейчас ловить на нее. Вот так она выглядит здесь, такая вот интересная красная полоса, которая создает небольшой, но все же контраст. Яркая наклейка, имитация чешуек, это все по стандарту, небольшой хвостик. Крючки, крючки среднего качества, может быть немного выше среднего. И по размеру подобранный, так по классике, очень интересно, жало немного выступают за кромки блесны. Блесна сбитая, блесна хорошо, далеко точно летит, блесна абсолютно не требовательна к проводке. Она будет работать как на обычной, простой, монотонной, равномерной проводке, так и на равномерке с паузами. Подтвичивать ее, честно говоря, я не вижу смысла, потому что это блесна широкая, это блесна такая чистая, классическая, щучья. И помимо самой дам FZ, вот этой вот вы можете приобрести также, допустим, спинок спай, которая будет практически такая же точно, только возможно по качеству, в негодность она будет приходить быстрее, потому что они довольно сильно ржавеют. И советский шторрик, по сути, та же самая блесна, что и дам FZ, только произведена в Советском Союзе и крючки. И тут стоит, вот допустим, советский крючок, его, конечно же, стоит поменять на современный. Далее у нас идет блесна Pantoon 21 Sampleora. За этой приманкой я очень долго охотился, потому что в моей стране их буквально не было. В одном магазине я нашел и то остатки. Самплиора 18 грамм, форма ивовый лист. И эта блесна тяжелая. Именно эта моделька, она выполнена, опять же, из толстого металла. Имитации чешуи, такой, как, допустим, на дам FZ здесь нет. А здесь сделана такая интересная технология. Небольшие кратеры нанесено на пыление краски. И за счет этого блесна при попадании света создает блики. Приманка активно колеблется из стороны в сторону, собственно, опять же, описывать словами игру блесен сложно. Почему? Потому что все они колеблются, все они извиваются, все они как-то привлекают рыбу. Но некоторые делают это лучше, а некоторые делают это просто великолепно. И, сказывается, это выражается непосредственно в количестве пойманных трофеев. И, что касается самплеры, по крайней мере, 18 грамм. Вот такая вот классическая именно осетняя блесна, которая хорошо подходит для ловли на глубине от 3 метров. Простая, неспешная, равномерная проводка. Либо проводка с паузами. В случае с блеснами, с колеблом. Вариантов проводок не так уж и много. Можно, конечно, придумать много чего, можно придумывать какие-то формулы. Но база, база, она не такая уж и большая. И придумывать велосипед часто просто не стоит. И пятая блесна, которую я бы рекомендовал использовать осенью для ловли щуки. Это Acme Little Cleo. Я называю ее американским атомом. Хотя, на самом деле, конечно же, она другая. Она, возможно, даже больше похожа на ассамплеру по своим очертаниям. Тем не менее, по поведению, точно так же, как атом, она не любит слишком быстрой проводки, когда она начинает заходить в штопор. А при медленной проводке, либо при средней скорости проводки, это при отсутствии, конечно же, течения на течении, там, смотрите, уже ведите либо по течению, либо ведите просто медленнее. Она показывает себя хорошо. Рассказывать долго что-то я особо не вижу смысла, поскольку блесна интересная. Рыба голосует за нее. И этого, в принципе, достаточно. Вот таким вот образом сейчас выглядит мой топ осенних колеблющихся блесен для ловли щуки. Напишите в комментариях, какая из этих блесен вам больше всего нравится. И напишите, возможно, 5 своих любимых колебалок для осенней нашей пресноводной акулы. Ну, а если это видео для вас было полезным и интересным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И всем счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok